Девочка-пай Добрый вечер, дорогие наши друзья, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» начинается передача беседы с батюшкой, ведущей Глеб Линский. И сегодня у нас в гостях настоятель храма Святой Великобритательницы Варвары в поселке Рахья, отец Олег Патрикеев. Здравствуйте, дорогой отец Олег. Добрый вечер. Благословите наших телезрителей. Господь благословит. Дорогие наши телезрители, тема сегодняшнего обсуждения «Погребальный обряд по православному обычаю» и «Мифы и суеверия». Об этом мы будем говорить, потому что оказывается достаточно много вопросов, связанных именно с этой темой. Для того, чтобы вы могли принять участие в нашей передаче, задать свои вопросы или, может быть, комментарии, для этого есть телефон в нашей студии. Код города 812. Телефон 677-62-44. Мы с радостью будем ждать ваши звонки. Пожалуйста, принимайте участие в нашей, вашей передаче. Дорогой отец Олег, когда мы говорим о православном погребальном обряде, здесь настолько много вопросов, связанных просто даже с самим погребением, с самим вот этим, что ли, как бы сказать, актом смерти, что просто даже без суеверий и мифов можно было бы говорить бесконечно, только на эту тему. Но, к сожалению, обряды верия, суеверия в нашей жизни встречаются, к сожалению, много и часто. Давайте на эту тему и поговорим. И начнем с главного вопроса. Что же такое погребальный обряд? Я бы начал, наверное, еще с более раннего понимания, что такое смерть в первую очередь. Ведь у нас много есть учебников о жизни. Сейчас уже в школах преподают, в некоторых преподавали урок, такой просветительский урок, как зачать ребенка. Мы учимся уже в школе этому, потом мы учимся его рожать, школа для мам, мы учимся принимать роды, мы учимся жить с младенцем, мы всегда учимся жить. И так можно перечислять до учебы в детском садике, потом школа, институт, мы учимся всегда что-то делать и жить. У учебников уйма. Нет ни одного учебника о смерти. Поэтому мы в этом плане очень необразованы. Мы не знаем, что такое смерть. Поэтому и происходит в разных регионах нашей необъятной родины представление о смерти как именно об обряде каком-то взятое из далекого-далекого прошлого. Эти языческие еще отплески захоронения наших предков являются как раз вот этим суеверными, разными, такими уже приложенными к православию, ничего общего не имеющие абсолютно к христианству, такие вот разные виды сказок, мифов и суеверных моментов при захоронении. Могу вам напомнить, что у нас семь таинств в православной церкви, хотя какое-то время, в некоторых веках, было в некоторых веках даже девять. Это монашество и смерть являлись тоже таинством при антимонашестве. И это был не обряд погребения, это было таинство. То есть это как, ведь крещение это таинство, человек рождается в новый мир, в духовный мир. Почему же смерть является не таинством? Ведь когда рождается человек, мы хотя бы видим это. А когда он умирает, для нас это не тайна разве? И вот это происходит как раз на этом уровне не нашего необразования, наших языческих корней всплывают. Вот эти вот разные, не знаю, там, сериалы, можно сериалы снимать, да, по идее, на эту тему. Что же такое все-таки захоронение человека? Вот. А это очень-очень важный акт в нашей жизни. А вы знаете, одно из, во-первых, упоминаний о захоронениях найденных людей в земле были позы зародыша. Людей хоронили не лёжа, а в позе зародыша. Он, обняв свои ноги, его укладывали в такое глубокое отверстие, в землю, как он рождался. То есть это было очень давно, там, я с ним буду вспоминать, о чём это говорит. О том, что люди проявляли религиозность своей, то есть духовное какое-то начало именно в том, что они верили уже тогда в загробную жизнь. Вот этого было бы, чем коснуться. А что же дальше, после смерти? Вот здесь вот начинаются как раз-таки вопросы у людей. Давайте их послушаем. Потому что действительно эти вопросы могут быть настолько разные. Ну, например, я, когда ещё, будучи ребёнком, сталкивался именно с похоронами, то у меня тоже возникало очень много вопросов. Я, например, никак не мог понять такие вещи, как, например, почему... Вот я просто это помню хорошо, обязательно оркестр, но ещё вот еловые ветви устилали им путь. И я помню, как это происходило очень странно всё. То есть я не мог этого понять, почему такой какой-то очень серьёзный обряд. Я помню, как обязательно завешивали все зеркала в доме. Я помню, как подавались определённые блюда и так далее. И это всё вызывало очень много вопросов, потому что детское сознание не могло взять и просто как бы всё это переработать. Но страх перед этим обрядом, он очень долго во мне жил. Вот мы сейчас с вами об этом поговорим. Сначала давайте примем телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните. Здравствуйте, Игорь из Москвы. Вот у меня такой вопрос. Почему эти шевизири широко распространяются в отличие от православных традиций? Вот хочу за это спросить. Хороший вопрос, Игорь, спасибо. Вот немножечко вы не правы. Всё-таки это наоборот. Не от православной традиции возникает суеверие, а суеверие прилипляется к православной традиции, взятой из далёкого прошлого. Бабушка передала по наследству такое знание. А кто бабушке сказал? Её бабушка. И таким образом, как испорченный телефон, люди, не зная именно того, что такое смерть для человека, не зная глубины Евангелия, не зная и так вот, ведь что такое суеверие? Суетная вера. Люди не верят в воскресение Христа. Ведь мы сегодня коснёмся, я думаю, если успеем именно текста при отпевании, где чётко, если на русский язык разложить, там всё чётко и понятно, что же должно произойти, что творится сейчас и что нужно делать. Но ведь люди этого практически не слушают. Они уже у них, они не готовы. Смерть всегда приходит практически к неготовым людям. И человек не успевает подготовиться к ней, он не успевает её встретить, как положено. А как её положено встречать? С родственными объятиями? Ну, мои родные. А если мы каждый день в православной церкви празднуем, отмечаем радостно смерть святого, близкого человека, мы ведь не плачем во время литургии об этом человеке. Какой был прекрасный Серафим Царовский. Ведь это же не происходит. Мы ему поём «Радуйся, преподобни, отче Серафиме, моли Бога о нас». То есть мы радуемся его смерти, получается, так? Что же такое за православие? Потому что это иное понимание смерти. Именно в христианстве, тем более в православии, раскрывается смысл смерти. И вот о нём бы можно было поговорить, когда мы начнём входить в евангельское чтение, посланий апостола и чтение Евангелия от Иоанна, которое читается для верующих, верующих, когда пришли они на отпевание, там просто уже, ну, дальше некуда уже. Что ещё сказать человеку? Если читается это Евангелие про воскресенье Христа и так далее, что я к вам вращаюсь, он говорит апостол Павел, чтобы вы не унывали, как прочие, не скорбели. Нет, все плачут. А потом мы отмечаем каждый день праздник смерти человека. Вот в этом и заключается наше недоверие Богу. Мы не верим, что человек умер, что Бог его зачем-то рано взял. Мы сразу начинаем сомневаться, ведь он мог ещё пожить и так далее. Мы столько делаем, бросаем камни вверх, потом эти же камни летят к нам обратно на голову. И происходит такое абсолютно не христианство. Не просто там к православию вообще нет никакого суверенного отношения. Поэтому вы уж спросите, это наоборот, как к огромному киту прилипляются мелкие ракушки и рыбки, так вот и к православию всегда что-нибудь хочется прилипеться и выдать за своё. Но ничего общего нет. Вот знаете, часто мы встречаем такие, ну, такие вот, как бы, всякие выражения, в том числе, когда, ну, в каком-нибудь фильме показывают, кто-нибудь умер, и вот там показывается, там обряд, похоронный обряд, и на могиле коллеги поднимают рюмку водки, ставится рюмка водки на, соответственно, на могилу или на поминках стоит рюмка с хлебом, и 40 дней нельзя его, значит, соответственно, держать нужно. И более того, меня, знаете, часто удивляет такое выражение «земля пухом». И вот вроде бы, ну, такая благочестивая какая-то такая штука. Человек желает, чтобы как бы в той жизни, там, вот, чтобы ему всё... А на самом деле получается какая-то, ну, просто ерунда, что такое, вот почему, откуда в нас... То есть вот получается такая вещь. Люди в этот момент не думают о каких-то там плохих вещах, наоборот, их душа скорбит, и им хочется делать что-то хорошее, и вот, наверное, отсюда какие-то вот такие штуки, как «земля пухом». Откуда это всё берётся, и откуда вот эти вот все суеверные какие-то мифологические традиции? Ну, если вспомнить наших язычников-предков, которые хоронили, если брать, князей есть, да, воспоминания о том, как проходило захоронение какого-нибудь князя-язычника, когда вся его рать, там, да, двенадцать сколько-то человек, там, жёны его умиршлялись тут же вместе с ним, он лежит уже на удере, а к нему уже живых подхоранивают, потому что они пригодятся там на том свете. и коней, и оружие, и всё. Это всё как раз говорит о таком языческом понимании похорон. Но в этом же время, посмотрите, всё-таки люди надеются, ведь кладут какие-то изделия труда, там, молоток с инструментом следствию положат, да, чтобы, мало ли, там, пригодится ему чем-то там. Ну, сейчас деньги кладут, телефон. Банкиров хоронят, да, там, деньги кладут. Однажды был у нас такой случай, ну, вот, стали, я смотрю, после отпевания, значит, я смотрю, групп наполняется деньгами. То есть я так, а зачем это нужно? Ну, надо, пригодится. Говорю, вы знаете, возьмите, пожалуйста, все отсюда денежки, пожалуйста, и адрес дайте, это нищим. Даже в хрань надо положить, потому что, говорю, это для него сейчас не нужно, ему нужно сейчас одно. И потом, конечно, проповедь о том, что же нужно человеку, вот, умершему сейчас в данную секунду. У нас нет опыта переживания смерти, мы об этом, наверное, поговорим попозже. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните? Здравствуйте, Кировская область, у меня такой вопрос будет. Вот, носят сейчас многие иконочки на цепочке вместе с крестиком. Когда человек умрет, можно эти иконки тоже хоронять или нельзя? Спасибо за вопрос. Вы знаете, конечно же, можно носить рядом с крестиком еще и иконочку Божьей Матери, где-то приобретенную на Святой Земле, какую-то память о том, что освящена на мощах или что-то такое, тебе подарено Матерью, как благословление. И здесь уже право родственников, бывают там золотые крестики, вот тоже спрашивают, а вот можно ли там крестик поменять? Потому что, ну-ка, зачем закапывать? Я говорю, ну, поймите, это ваше желание. Если вы хотите, чтобы какая-то святынечка осталась от вашего отца, например, да, то можно крестик повесить, например, в святой уголочек, там, на иконочку. И вы будете когда молиться, будете папу вспоминать. Ну, а туда, конечно, положите обычный крестик. Поэтому это выбор за человеком. Ну, придавать значение к этому не нужно никакое абсолютно. Оно не даст, не плюсы, ну, минусы может дать. А вот, как бы, плюсы в этом нет и ничего такого. Ну, вот тоже вопрос перед тем, как человека похоронить. Из рук все-таки вынимается икона, потому что это ведь не получится, что икона будет в гробу, и это не очень правильно. Так что его, ну, все-таки нужно вынимать. Да, конечно, я всегда предлагаю даже родственникам взять икону такую, которую бы они хотели бы потом оставить у себя. Ну, конечно, маленькая-то там уже понятно, что там где-то можно поставить, но она теряется. Вот если иконочку поставить такую, не пожалеть, да, такую в руки, это последняя икона, которую, в принципе, держал уже усопший на своем одре смертном. И она передается уже как тоже благословление. Я говорю, что через эту икону вы можете поминать его. Не надо поминать его там за столом. Там где-то еще там на кладбище там выпивая. Поминайте его перед этой иконой. Она была у него в руках. И у вас будет вот эта мысленная связь с этим человеком. Хотя бы через это вы будете вспоминать, что это... Откуда у тебя икона? Это от дедушки. Она была у него в гробу. Вот, понимаете, у нас боязнь смерти очень сильна, потому что, опять же, мы не знаем, не понимаем ее. Она для нас совершенно как-то обескураженная. Она приходит, забирает людей от малого до велика, и люди убегают от нее. Ну, как в покоренном короне сказано, наглая смерть. Наглая смерть, да. Но она приходит как раз наглая, к неготовым, которые не ждут ее. А если взглянуть, например, на наших поэтов, Пушкин, Лермонтов... Я тут целый список сегодня приготовил. Практически все поэты писали о смерти. Вот, например, Николай Тепанович Гумилев. «Нежный, бледный, в пепельной одежде ты явилась с лаской очей. Не такой тебя встречал я прежде, В трубном вой, в лязгни, мечей». Они, ну, поэты, видимо, настолько близки к духовному миру, да, сначала все-таки душевное, потом духовное, что для них смерть, и тема смерти являлась не только вдохновением, но и откровением. Для них во многих местах потом они говорили, что именно смерть является неразлучницей. То есть они уже подтверждали слова святых отцов, которые, в принципе, они где-то когда-то слышали, читали, потому что закон Божий все-таки преподавался, и люди интересовались верой. И поэтому смерть для человека была неестественной, но ожидаемой. Я бы написал бы учебник о смерти, например, да, у меня есть такая мысль написать записки из гроба, например, да, и человек бы, понимая, что его когда-то это ждет все равно, надо бы хотя бы заглянуть, как подготовиться к этому путешествию. Книга «Мертвых», например, да, она говорила о многом, и многие мистики обращались к ней, познать загробный мир всегда это мистически интересно. И поэтому у нас много гадалок, много разных этих ворожеев, которые именно через этот духовный мир приближают, но, увы, не воскресение Христово, не весть о воскресении Христово, которую пронесли апостолы по всему миру, а весть о страхе смерти. Для них этот страх смерти является заработком. У меня есть такой вопрос. Вот мы знаем, и в православной традиции мы знаем, третий день, девятый день, сороковой день. Ну, во-первых, что это означает? Третий, девятый, сороковой. Да, это абсолютно традиция. Традиция именно, она не связана с Евангелием, не связана с какими-то такими откровениями серьезными святых отцов. Это традиция взята из опыта. Ну, и даже Ветхий Завет, я так не вспоминаю, что именно третий, девятый день, здесь как бы третий день, там, москвец Христос. Вот есть просто у нас некоторые, вот мытарство Феодора, например, да, и вот оттуда взяты некоторые моменты, которые, в принципе, прижились, они не противоречат православной вере, и в то же время как-то подготавливают человека хотя бы к пониманию того, что происходит с душой. Вот здесь вопрос как раз, что же происходит во время разлучения души и тела? Ведь у нас есть даже в требнике человек на исход души. Души от тела. То есть, представляете, человек, который долго страждет и не может отойти, его душа так крепилась к телу, что не может отойти с этой болью. Ужасно, ведь это наподобие атома взрыва, когда разрывается душа, тело, потому что они вместе с самого зачатия своего. У нас нет опыта переживания смерти. Мы никогда в жизни не переживали эту смерть. И как душа страдает до смерти, в этот момент, когда она разлучается. Поэтому есть даже такой молитвы на исход души от тела. Это удивительно. То есть, человека приготавливают, чтобы его душа отошла. Ты приходишь к человеку и поешь ему эти песнопения. Да. На эту тему, конечно, можно очень серьезно поговорить. И мы обязательно поговорим. И обязательно я задам вам вопрос, что означает со святыми упокой. Мы об этом поговорим обязательно. Но сначала примем телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните. Добрый вечер, Евгений. Здравствуйте, Евгений. У меня такой вопрос. Вот в притче о богаче Лазаре, там сказано все. И там, когда богач запросился, когда ему стало тяжко в аду, то что ему было отвечено? Что между вами и нами пропасть. И ни вы туда перейти не можете, ни мы к вам перейти не можем. А получается, когда мы молимся за покойника, Бог, допустим, решил судьбу этого человека. Он где-то там или там. А мы молитвами, значит, своими убеждаем Бога, и он понимает, что он ошибся. А мы тут перемолили, и он вернул его, значит, другую перевел, значит, с одного другую. Получается, что Бог ошибается, а мы молитвами вымолим покойника какую-то участь. Вот такое мнение, Евгений. Ну что, это притча очень удивительная. На самом деле, плагеты, многие пишут о том, что это не притча была. Так как упоминается имя Лазаря, это, видимо, был действительно герой, такой, да, ну, герой имеется до того времени. Был, видимо, такой нищий, о котором Христос знал. И многие знали для того, чтобы рассказать людям об этом действии, он указал именно его имя. Что же в этой притче мы видим? Во-первых, мы видим здесь только Лона Авраамова, и видим нижний этаж ада, так называемый, да, где страдает богач в огне пламенном. Напомню о том, что до воскресенья Христова ад был запер. То есть ложа Авраама тоже находилась в аду, ну, так называемых верных, верных этажах. Так можно выразиться образно. Поэтому, конечно же, еще не было моста между адом и… Ад не был разрушен. Ад не был разрушен, не было моста, по которому он переходит. Все ожидали появления Христа. Верующие все, они были в ожидании находились, и они находились на Лона Аврааму. Что удивительно, в этой притче говорится о том, что даже в аду человек может молиться. Это удивительное свойство души человека, что он увидел Авраама, то есть он поднял очи и взмолился Аврааму. «Пошли его мне, пускай палец омочит в воде и даст мне прохладу». Он молит Авраама, и Авраама ему отвечает. То есть он слышит, он видит Авраама. Это же, представляете, это же не просто какой-то там миф. Это же люди, которые существуют. И Авраам ему отвечает. Далее мы говорим о том, что он молится о своих братьях. «Пошли, Лазарь, к моим братьям, чтобы они не попали в это место мучения». Он снова умоляет. То есть, представляете, из ада человек молится Аврааму. Значит, что же нам не молиться за этих усопших? Как же нам за них не молиться, если они молятся за нас? Если даже не в аду могут за нас молиться, тем более те, которые находятся в раю. Вот это очень важная тема по поводу молитвы за усопших. И Евгений очень правильно ее поднял, эту тему. Потому что ведь тут возникает еще вопрос о том, за кого мы и когда мы имеем право молиться или не молиться. За кого мы не имеем право молиться. Это очень интересный и сложный вопрос. Но все-таки сначала я вернусь к тому вопросу, который был до телефонного звонка по поводу 40 дней. Ведь сейчас я, к сожалению, должен опять возвращаться к суевериям, которые у нас существуют. И вы правильно очень сказали о том, что многие православные традиции были, скажем так, перевернуты в суеверие, превратились в суеверие. И вот в том числе у нас есть такая сейчас очень странная вещь, когда вещи покойного раздаются только через, скажем, 40 дней. Вот до 40 дней ни в коем случае нельзя, потому что это каким-то образом может повлиять на судьбу вечности почившего человека. Ну и опять-таки я говорю не... То есть понятно, что это такое вредное суеверие. И в этом случае, наверное, хотелось бы спросить, а если эти вещи существуют, может быть, их имеет смысл раздавать сразу, чтобы помочь молитвой тому самому человеку, который нуждается в ней? И еще тут один вопрос у меня сразу возникает по поводу того, что когда вы сказали о том, что молился и Аврааму, и просил помощи, и позаботиться о своих братьях, но ведь мы же тоже знаем о том, что человек, почивший, не имеет своей воли, и мы здесь можем помочь ему исправить какие-то ошибки своими делами, которые он, может быть, и не успел совершить. Так ли это? Ну, давайте с первого вопроса начнем. 40-й день. Вот это именно наша традиция говорит о том, что на 40-й день душа человека после его мытарств, после его прохождения, просмотра ада, да, 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 то есть такое, знаете, происходит, как бы такой ад и рай показывает человеку, не то, что выбирать, просто, видимо, может быть, возбудить в душе человека еще вот ужас ада и желание попасть в рай. Душа ведь остается все равно, она хоть и покидает тело, но воля остается в душе, ведь это не воля тела, я не думаю, что здесь прямо она такая безвольная, куда ее повели, туда нет, ведь если мы молимся, ведь в аду, это же моя воля. Я... Мы молимся о человеке. Ну, если я... Ну, вы не сможете произносить молитву. Ну, почему богаче произнес молитву? Ну, это притча. Мы говорим о том, что... Это ветхозаветная притча. Ветхозаветная. Поэтому в Новом Завете, вот на сороковый день, мы говорим о том, что встает душа на частный суд перед Богом. Вот здесь мы, как раз, опровергнем нашего друга, который нам звонил, о том, что участь человека не решается с его смертью. Есть частный суд такой, да, который происходит на сороковый день, но... Ладно, суд, мы ждем прихода Христа. Второе пришествие Христово, когда уже будет решена участь человека, когда все взвесится уже на весах, и тогда живые будут восхищены на облацах навстречу Господню, а мертвые воскреснут. И вот мы не предупредим мертвых, да, об этом воскресении, потому что труба Божия их пробудит к этому воскресению. Вот, происходит такое вот изменение человеческой природы, когда она будет восхищена. Это тоже удивительно, что и во время Вознесения, видимо, она произойдет вот это изменение, то есть смерть будет побеждена воскресением Христовым. И поэтому я думаю, что вот эта участь как раз может быть изменена посредством тех людей, которые остаются родственниками. И именно раздача вот этого сразу же, все, что было накоплено у человека, грубо говоря, да, вот эти меха там и что-то еще, если что-то есть такое, отдавайте нищим. Они ведут душу и скажут Богу на 40-й день, посмотри, Господи, меня накормили, меня напоили, меня одели, меня обласкали и так далее. То есть, вот происходит вот это то, что будет в Ном Завете как раз и за что мы будем судимы. Если не накормил, значит, вот это как раз и есть. А здесь есть шанс у человека еще, у души его есть шанс. Поэтому здесь, ну, у нас нет учения о душе. У нас, мы при этом можем говорить, есть воля, нет, мы об этом не знаем, у нас нет учения об этом. У нас есть телефонный звонок, который мы сейчас приняем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните. Добрый вечер, Надежда, Воронежская область. У меня такой вопрос. Вот тело мы хороним, а это традиция наша с испокон века? Или это что-то с православным учением связано? И вообще, а души, раз они там, ну, спят или в покое находятся, они бывают на кладбище или нет? И вообще, это больше мы для живых туда ходим или для мертвых? Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Кому нужно это? Ведь нам всегда казалось, что этот обряд не нужен мертвому человеку. Ему уже в принципе все равно. И это хороший вопрос, кому это нужно, нам или покойнику? Дело в главном понимании о том, что человек после своей смерти остается живым. То есть он абсолютно живой. То есть нет даже тени смерти, кроме телесной смерти, которая потом будет воскрешена. И поэтому, конечно же, мы всегда говорим о двух церквях. Церковь воинствующая, которая здесь на земле оставлена, которая воюет еще. И церковь славящая, которая находится уже на небе. И здесь идет такое совместное благодарение Богу за все, что мы можем его поблагодарить. И приходя на кладбище, мы приходим, конечно же, к месту покоения. С этого места восстанет человек, как зернышко, посеянное в землю, возрастает и дает свой плод. Так и мы хороним своих близких, именно как семена сеятель сеет в землю, чтобы дала свой плод. А где душа находится? Мы ведь молимся, чтобы Господь ее упокоил со святыми. Со святыми. И еще, мне очень нравится, вместо злачно, вместо... Вместо покойни, отбежит печаль и воздыхание. Но жизнь... Бесконечная. Это вот каждый раз, когда священник произносит, достаточно просто это услышать, для того, чтобы какие-то недоразумения закончились. Но я продолжу тему вот в каком аспекте. Когда мы говорим о том, что буквально вот кукасаним философилистом, когда мы воскреснем, и вот эти тела, сейчас очень много кремаций. И я знаю о том, что есть священники, которые говорят, что ни в коем случае нельзя кремировать, потому что это вообще не православный обряд и так далее. Но вместе с этим мы часто понимаем, что живем мы в такое время, что захоронить человека на кладбище, причем в центре города, это очень дорого, у людей нет денег. И более того, если похоронить, скажем, один родственник лежит на этом кладбище, а второго придется положить на кладбище в такой доли, что это просто неудобно, что называется. И вот кремация. И люди задают вопрос, а что же делать, если это не православная традиция, и тела воскреснут, и тела эти будут новые, то что делать в этом случае с кремированным человеком? — Господь, конечно же, и из пепла восстановит человека. — И из камней детей Авраамах. — Да, и здесь даже нет такого сомнения о том, что Господь из ничего создал весь мир, то, конечно же, и даже из пепла Он воздаст человека. Но, конечно же, это трагедия больших городов, да, вот эта кремация, это, конечно, страшнейшее переживание, во-первых, для самой души этого человека, потому что он, ведь это ощущение видимости, то, что он видит вокруг, ну, не другим зрением, конечно же, происходит видение вот этого момента, что твое тело, как оно сгорает, есть вот статья Владимира Василиска, об этом очень читаешь, и просто становится страшно попасть на это место. — Но вместе с этим это все равно сейчас происходит, и да, проблема городов, но что же все-таки делать? — Как экономия, конечно же, церковь допускает это. Я отпевал и захоронил сам, люди приезжали с урнами, и, конечно же, их можно понять, да, вот эту ситуацию. — Ну, это, опять же, от далекой нашей веры. То есть, если все-таки взят я и землю, я в землю должен отойти, да, как зерно, то есть, если это просто, ну, аукнется. Что посеешь, то и познешь. Вот поймите, ведь мы сеем... — Понятно. То есть, лучше все-таки избегать, если есть такая возможность. — Сто процентов. — Еще один у меня вопрос, связанный именно тоже с этим, с опросом кремации. — Была известная балерина, которая по завещанию своему сказала, чтобы ее кремировали, и прах ее развеяли над морем, там, над океаном, неважно. — Вот, когда такое вот слышишь, то думаешь о том, что вот человек это... сделал такое завещание из каких побуждений? Вот, я просто думаю о том, что я могу распорядиться при жизни своим, не знаю, своим похоронным, своим телом. — Конечно, можете. У нас издревле наши бабушки готовили себе все на один похорон, чтобы никого не затруднять, и чистое бельцо, и гробик кто-то прикупал даже, и все остальное для похорон, там, и так далее. Поэтому они распоряжались, где похоронить. Ну, конечно же, это было сказано, говорилось, это завещание, там, со смирением мы это пишем. Ну, вот такие вот действия, там, развеять мы прах, там, и так далее, это, конечно, говорится о высокой гордыне человека, который пытается таким образом показать свою какую-то очень сильную важность в этом мире. И здесь нужно бояться таких вот мыслей, даже мыслей бояться, не то, что там, писать об этом, или там, утверждать, что это так и нужно, какой был такой человек. Это говорит о том, что человек не верит в воскресения свои. И здесь, я думаю, что если бы человек верил, что я вот ложусь спать, и завтра я воскресну, ну, что с моим телом сделать? Неужели я дам свое тело на сожжение куда-нибудь? Ведь если я дам даже свое тело на сожжение, но любви не имею, то я ноль звенящий, даже не звенящий, пустой бубен. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните? Добрый вечер, батюшка ведущий, здравствуйте, благосповедитель Владимир Воронеж. Вопрос такой, батюшка. Вот Иисус Христос говорит апостолу, брось удочку, и поймаешь рыбу, и во рту найдешь у ней генарий, сатир. Вот, а можно так понимать эту притчу, что Он, как бы, Иисус Христос обращался к нам в данное время и сейчас, что, да, это, ну, наше слово молитвы, а рыба – это, ну, как бы, благодать, а сатир – то, что мы получаем, там, ну, то, что нам на потребу необходимое. Иисус Христос, очень интересно. Да, прекрасное, прекрасное у вас откровение есть, видимо, вам так, Господи, открывает Евангелие, оно открывается так удивительно каждому и по-разному, и в то же время кладется, вот здесь вот вы сейчас сказали, оно ничем не противоречит. Конечно же, уда – это наша удаль, да, наша жизнь, которую мы вылавливаем, либо ловим, либо не ловим. То есть, ведь там же о чем говорится? О том, что Петр сказал, что да, мы дадим, налог мы сдадим. То есть, там надо смотреть еще контекст. А Христос спрашивает, а с кого налог-то брать? Сынов берет со своих царей? Нет. Так, тогда сыны свободны? Сыны свободны. Но чтобы не искусить их, поди, закинь уду, и поймаешь рыбу, и вытащи изо рта. Конечно, здесь вот много можно посмотреть, но самое главное здесь, конечно, о том, что сыны свободны. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. О свободе говорит Христос, о свободе и от… И самое главное, Он учит нас не бояться смерти. Вот эта школа, мы начали с того, что у нас есть, нет учебника по смерти, но она есть только на Афоне. Я знаю прекрасно, что туда приходят люди учиться умирать. Они каждый день учатся умирать. Монахи, которые оставили свою жизнь, не только на Афоне, конечно же, многие старцы, которые у нас есть в России и в других монастырях, они учатся умирать, прежде всего, умирать для этого мира. Мир всегда был и лежит возле. А чтобы освободиться от Него, нужно умереть. Но если мы умираем со Христом, то и с Ним же живы будем. Об этом пишет апостол Павел. Вот как раз эти слова прекрасные мы читаем на отпевании. И здесь, что же нужно о душе в этот момент? Какие ей нужны сокровища? Вот этот страх, ее переживание о том, что она видит тело свое, у меня был опыт, когда у меня умирал человек на моих руках, мой друг. И это было страшно. Страшно со стороны видеть его агонию и мою бесполезность. То есть я начал молиться, конечно же, да. Я еще не был священником, но для меня это было удивительным откровением. То, что я прочувствовал, как душа в нее вышла из тела. Она смотрела на свое тело и ужасалась этой безобразности, в которую, естественно, у нее не было желания возвращаться. То есть я не знаю, как это. Это мой, конечно, переживание опыта. Но факт то, что люди имеют опыт смерти только... Ну, в клинике смерть, когда смерть клиническая, много есть подтверждений тому. Есть у нас даже женщина, которая на третий день воскресла. Да, в известный случай. В известный случай после даже своей смерти. Вот. Но мы же к этому не готовим ни себя, ни детей. Мы боимся смерти. Мы детей не пускаем на похороны. Как бы чего ни вышло. Как бы они там не испугались. Потому что... А смерть для нас это единственное, вообще естественное, что в мире в этом произойдет. Вы со мной. Все остальное... Это вообще... Это... Это постоянно. Это константа, понимаете? Которая произойдет. Мне очень нравится выражение о смерти, о рождении, о вечности. Вот это вот, о чем мне очень нравится это выражение. Тут есть еще у меня несколько вопросов, которые просто не могу не задать. Ну, во-первых, когда мы поминаем мертвых, у нас есть родительские субботы. И каждый раз, когда родительская суббота... Я знаю, храмы всегда полны. Храмы полны у нас родительские субботы в обязательном порядке. И, наверное, это очень неплохо. Потому что хотя бы в эти дни у нас есть возможность помолиться о тех людях, которые... И церковь об этом нам говорит. Есть у нас радовница. Но есть у нас и Пасха, и к моему... Может быть, не только к моему удивлению, и, может быть, даже не удивлению, на кладбищах в Пасху очень много людей. Причем, более того, мне нравится, в кавычках нравится, что власти говорят о том, что мы, значит, в Пасху пускаем бесплатные автобусы от метро такого-то до, значит, кладбища. То есть от этого метро до этого кладбища, от этого... И, то есть в Пасху вот это происходит постоянно. Насколько это... Насколько это традиция или насколько это суеверие? Ну, праздновать Пасху на кладбище, конечно же, это ошибка. Ошибка, которая была специально... Ошибка, что такое? Это грех, да? То есть который был внесен в наше сознание 70 лет назад. Когда... В течение 70 лет. В течение 70 лет, да, они вытравливали этот момент, потому что, конечно, основная задача человека в Пасху прийти в храм. Для чего строятся храмы? Давайте посмотрим и рассмотрим вообще эту ситуацию. Храмы и храм молитвы. Для свечей, для пирожков, которые приносят, или там что-то. Молитва – это в первую очередь. Но самое главное, ведь в нашей жизни – это благодарение. Ведь это наивысшая молитва, которую может человек произнести. Просительная есть – дай, подай, дай, подай. Господи помилуй, это покаянная молитва. Да, мы всегда об этом утвердим и будем ее повторять. Но благодарственная молитва в переводе «благодарение» – Евхаристия. То есть благодаря Богу мы приходим на Евхаристию. Литургия – вот наивысшее благодарение Бога. Мы приходим в храм на литургию. Не для чего более. Все остальное – это второстепенно. Мы приходим, чтобы причаститься Христом. И вот умершие, которые во Христе умерли, они в нем находятся. А мы, причащаясь, входим в него, в его человеческую природу, обожженную. И мы входим в него и живем вместе с ним. Но вот как раз-таки происходит в этой Евхаристии вот это таинство из таинств. У нас есть телефонный звонок. А после этого вы мне скажете про проскомидию и про частицы и про вот этот момент. Добрый вечер. Вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните. Здравствуйте. Это Анна из Самары. Очень приятно, Анна. У нас кладбища были сожжены, но просто был пожар такой, вот солому жгли там на полях. И сгорели все кресты вот на кладбищах. Сейчас там уже никого не хоронят. И нужно ли восстанавливать и ставить по новой кресты? Вот вопрос. Если есть знаемые места, которые кто-то похоронен, если есть там на кладбище осталось надписи, да, или книга, которая где кто похоронен, то, конечно же, это надо восстановить кладбище. Потому что это попрание наших предков даже в таком виде, оно вернется. То есть это будет напоминание о жизни, что ты забыл, да. Если мы забудем наше прошлое, то у нас не будет настоящего. Здесь это тоже такой пароль для нашей духовной жизни. Почитай родителей своих и будешь жить долго. Вот. А про скомедии. Да. Одно. Приготовление в литургии. Это, конечно, напоминание на каждой литургии из просфорок, которые, в принципе, должны приносить люди. Вот вместе с запиточкой должны подаваться просфорочкой. Как в Греции про скомедии. Да, это приношение. И оттуда вынимается частица вместе с произношением имени того или иного, там, живого или усопшего. А вот усопших, да, мы вынимаем и кладем их рядом с агнцем. То есть агнц, который выразляется на проскомедии, рядом с ним кладется частица. То есть это про образ имени того человека, за которым молятся. То есть лучше молитвы. Я вообще не знаю, как вот. Ты имя кладешь к Христу рядышком. То есть ты рядом, вот Христос и ты, или твой близкий, или усопший твой. И вот все вместе. Вот это называется церковь. То есть здесь про образ церкви. Вокруг Христа Богородица с левой стороны. Девять чинов святых. И рядышком кладутся патриархи, там, и так далее. И здесь маленькие частицы пошли всех имена, которые, например, в комедии поминаются. И мало того, в конце службы эти все частицы опускаются в кровь Христову, в потир. С произношением как раз «помяни Господи», поминающей здесь крови Твою святую. То есть Господь очищает даже через это. То есть они входят вот в эту кровь Христову, их имена. То есть в этот момент, я не знаю, там творится просто чудо на небесах. Они получают тоже возможность не то чтобы почаститься, да, вот как мы почищаемся, а, видимо, войти. И вот если они, например, еще не вошли в общение со Христом посредством своей жизни, то посредством литургии, которой она является небесной, земной, она не является вообще таким одновременным каким-то действием. Это вневременная литургия действия. И поэтому вот в этом моменте соединяются все живые и усопшие вот в чаши. У нас не очень долго времени. Я хотел очень коротко еще про Радовницу. Если мы не ходим в Пасху и, наоборот, в этот момент мы радуемся воскресенью Христову, то у нас есть Радовница, которая в первый вторник по Светлой Седмице. Почему она называется Радовница и почему в этот день мы обязаны быть на кладбище? Ну, Радовница от слова «радость». Радость, как святая весть о воскресении Христовом. Я говорю, что всегда на отпевании, говорю, какая радость есть у усопших. Вот какая у них, что у них уже не отнять. Дело в том, что мы, никто не видел из нас воскресшего Христа. Но мы можем им сообщить об этом. Они первые его встречают. Он их встречает в Царстве Небесном. Я не думаю, что он ждет 40 дней и так далее. Душа – это такое таинство. Он умер за эту душу. Неужели он ее не встретит? Если разбойник с ним за руку вошел в рай, то, конечно же, и душа человека верующего, она входит с ним. И они видят воскресшего Христа. И здесь уже вот это произношение «Христос воскрес». Мы говорим «Боисон воскрес». Но мы ведь не видели Христа воскресшего. А они видят. У них уже нет этого вопроса. Они веруют, потому что уже увидели. А мы верим, потому что мы в этой вере утверждаемся. Еще коротко. У меня времени мало. Вопросов много. Лития, читаемая мирянином или священником дома и на кладбище. Это говорит о том, что мы, миряне, можем поминать, причем прямо чин литии читать на кладбище сами. Можем совершенно спокойно, без священника. Да. Таинство крещения может сделать православный человек сам. Если не священник. И лития тоже, это такие молитвы супокойные, они могут дать утешение человеку, который лежит перед тобой и тебе, самое главное. Не хватает времени совершенно, отче благословите наших телезрителей. Господь благословит вас на все благие начинания. Дорогой отец Олег, очень благодарен вам за то, что вы нашли время для того, чтобы прибыть в нашу студию и ответить на вопросы. Отец Олег Патрикеев, настоятель храма святой великомученицы Варвары в поселке Рахья, был сегодня в нашем эфире. Дорогие наши телезрители, мы очень благодарны вам за ваши звонки. И, пожалуйста, не оставляйте ваших молитв о нашем канале. И оставайтесь с нами на Первом Православном. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова